Мы сейчас доказываем вот этот факт про сумму квадратов. Четвертый. Фи первая в квадрате, то есть Фи вторая в квадрате и так далее, то есть Фи n в квадрате. Как выглядит база? Я наоборот и не знаю. Фи первая в квадрате равняется чему? Равняется... Там написано Фи с номером m, умноженное на Фи с номером n, с этим. Фи первая в квадрате равняется одному. Но это правда. Фи первая умножить на Фи вторая. Господа, объясняю. Если в эту формулу вместо n подставляешь единицу, то в левой части слагаемым будет только одно, только Фи первая в квадрате. А здесь не первая, что только умножить на вторую. Но они оба равны единицы. Первая и вторая, что-то у нас, что-то единицы. База есть. Теперь переход. Предположим, что для некоторого числа n мы уже доказываем, и указали вот это равенство. Надо его переписать. Предположили, что вот эта штука верна для n, правильно? Верна для некоторого n. А сейчас мы только написали то же самое. Только вот это не писали, потому что все это просто и учитывали. Для n плюс 1. Напишем. Все то же самое. Вот это надо просто один по тому переписать. И еще добавится, крупнее, Фи первая в квадрате. Да. Не, 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 не. Индекс должен быть существенно меньше. То есть вот это и это должны быть одного размера. И меньше, ну как, понятно, да? Они такие вот. Это сверху, это снизу, да? Вот идеально. Да. Фи первая в квадрате. Плюс. Опа. Да, стандартная ошибка. Стандартная детская ошибка. Когда человек пишет, что называется, забывает поднять мел. Дело в том, что плюс это нельзя. Плюс это сюда. Складывается вот этот квадрат. Понятно, да? Плюс вот на этом вот. Не к номеру прибавляем. Прибавляем к всему этому выражению. Плюс. Плюс. Фи второе в квадрате. Плюс. Фи третье в квадрате. Плюс и так далее. Плюс. Быстрее. Да, да. Третье в квадрате. Плюс и так далее. Плюс. Фи энное в квадрате. Еще вот самое интересное. Н плюс первая слагайка. Фи с номером. Н плюс один в квадрате. То есть мы предполагаем, что мы все знаем за некоторого n, и хотим доказать, что то же самое будет для n плюс 1. Да, дальше равно. А вот теперь смотрите. Вот это предположение индукции. Вот эта штука известна в предположении индукции. Поэтому ее нужно записать. Зачем? Фи n умножить на фи n плюс 1. Фи n плюс 1 квадратный. Ребята, у нас с вами впервые возникла интересная задача. Раньше все было очевидно. Впервые надо пользоваться формулой из алмега. Когда вы что-то умножаете на фи n плюс 1, вы прибавляете к этому фи n плюс 1, умноженное на фи n плюс 1. Как можно переписать? Фи n плюс 1 умножить на... Нет, умножить относится не к номеру, а к фи. Чуть-чуть выше умножить. Умножить. Сколько открывается? И что же будет в этой скопке? У нас была сумма. В первом слагаемом был множитель фи n плюс 1. Во втором слагаемом было фи n плюс 1 умножить на фи n плюс 1. Что значит вынести за скопку? Поражение выглядит очень просто. Пи n но е. Пи с номером пи n. Это правда. Плюс фи с номером n плюс 1. Пи с номером n плюс фи с номером n плюс 1. Равно. А вот теперь надо, чтобы вы совершили свой последний хобик в этой задаче. Чему равна сумма n и n плюс 1 чисел фи боначки? Как он называется? Следующая правда. n плюс 1. После чисел n и n плюс 1. Какое есть? n плюс 2. Вот и пишите. Теперь вы можете, без изменения переписываем, фи n плюс 1. Пишем. Фи n плюс 1. Умножить. А вот дальше, очень важно, множить, скажем так же, но чтобы все было видно. Даже с задних рядов. Так. Умножить. А вот теперь фи n плюс фи n плюс 1. Это? Фи с номером n плюс 2. Пишем. Фи с номером n плюс 2. Ну вообще все.